Всего лишь месяц остается до старта посевной кампании. У саратовских аграриев подготовка идет полным ходом. Однако на этот раз начало полевых работ совпало с санкциями, введенными против России. Насколько наша страна готова к новым вызовам и могут ли ограничения повлиять на продовольственную безопасность? Не секрет, что отечественное сельское хозяйство в последние годы испытывало серьезную зависимость от импортных семян. Наш регион не исключение, но чиновников это пока не пугает. В региональном Минсельхозе уверяют, ситуация под контролем. 130 тысяч тонн, это основная зерновая группа, мы в полном объеме и семенами обеспечены. Что касается иностранной селекции семян, это в основном гибриды. Это гибриды, которые используют сельхозтоваропроизводители на подсолнечники, на кукурузе, на технических культурах, такие как свекла, на овощные культуры. Что касается овощных культур, семена в наличии есть, сельхозтоваропроизводители закупились. Те поставки, где небольшие отклонения есть, порядка 60%, мы как бы обеспечены. И компания подтверждает, что 60% от заявок находятся в России, имеются в наличии и они будут доведены до сельхозтоваропроизводителей. По данным ведомства, регион полностью закрывает собственные потребности в зерновых культурах. Большую часть урожая мы даже продаем. Тоже и с подсолнечником, но в данном случае зависимость от импорта высока. Подсолнечник и кукуруза – это коммерческие структуры, которые крайне важны для сельхозпроизводителей Саратовской области. Они сеются гибридами в основном. Сорта ушли, а у гибридов товарное зерно, товарное подсолнечник, товарная кукуруза не являются семенами. Нужна ежегодная замена. И иностранные производители поставляют широчайший спектр гибридов, которые реально успешны. И урожайность, на моих глазах, я уже 30 лет занимаюсь торговлей зерном, я видел, что урожайность, вижу, это факт, поднялась раза в два. То есть, если до 90-х годов 8-10 центнеров с гектара была нормальная урожайность, то 18-20 сейчас это рядовая. И есть хозяйство, которое выращивает 30-40 центнеров с гектара, и уже этому никто не удивляется. Это за счет внедрения гибридов. Доля импорта в семенах овощей также прилична. По последним данным, регион закупил 26% семян гибридов кукурузы, сахарной свеклы – 38%. Из-за логистики наблюдаются проблемы с гибридом моркови. Эксперты полагают, если ситуация будет ухудшаться, то гибриды, к которым привыкли производители и потребители, заменят наши аналоги. В Саратовской области селекцией занимаются несколько организаций. Ведущая из них – НИИ Юго-Востока. Бывший его сотрудник Евгений Золотухин уверен – саратовская земля в силах прокормить как себя, так и другие регионы. Славу нашего края, юго-восточного, принесла эта яровая мягкая пшеница. Созданный Шихурдиным и районирован в 1951 году, сорт «Саратовская-29» в 1951 году. Он является рекордсменом в мировом масштабе по площади, на которой он высевался. 21 миллион гектар. Можете себе представить? Сегодня столь грандиозных успехов у института нет. Да и новости последних лет были связаны отнюдь не с вопросами селекции. По разным причинам НИИ Юго-Востока лишился своих экспериментальных полей в Саратове. А это как раз тот актив, который мог бы помочь в ситуации, когда нужно спешно уходить от иностранной зависимости. Жилье для бюджетников, общественно-деловой район, парки, последним из которых была швамбранья, вот лишь небольшой список того, что и планировалось возвести на землях института за последнее десятилетие. Проекты презентовали громко с участием первых лиц региона. Здесь и были в свое время селекционные участки, которые относились к институту Юго-Востока. Мы все прекрасно понимаем их назначение. Но город развивается, поэтому сегодня те задачи, которые обсуждаются на сегодняшний момент, они важнее, чем все те исторические моменты, которые проходили на этой земле. У нас достаточно сегодня полевых возможностей, чтобы определить сегодня селекционные участки, участки вообще, я имею в виду, дальнейших разработок для Юго-Востока. Здесь никаких вопросов нет. Часть земель изъяты под строительство солнечного. Тоже мы понимаем, что городу нужно расти. Нужны новые квадратные метры для наших жителей. Потеря земель в тот период очень сильно отразилась на жизни института. Ну, если вы жили в благоустроенной трехкомнатной квартире, а вас переселили в однушку или, может, в коммуналку. Сказалось? Ну, и так же здесь. И начинает находить какое-то решение из этого момента. Конечно, сказалось. Поднимался вопрос о том, чтобы селекционный севоборот сделать ограждение его. Ну, по такому принципу работают все международные центры. Они все огорожены. Все четко. Там охрана. Никто туда не проникает. Там даже директор института предъявляет документ какой-то с правым въездом на эту территорию. Все четко. Ну, а здесь же в последнее время... Ой... Не знаю, что ли работать, то ли с гостями бороться, которые по полям шаскали. Антропогенная нагрузка там увеличилась. Вокруг-то сколько понастроили. Вместе с тем, несмотря на трудности, в институте пытаются сохранять оптимизм. Задача поставлена увеличить производство своих семян, отечественных сортов и гибридов. И наиболее острый вопрос состоит как раз в той части, в которой мы занимаемся, это подсолнечник. Не секрет, что два года подряд Савовская область была лидером производства подсолнечника в России. Площади достаточно значительные. И если возникает перебой с поставками семян, конечно, это создает напряженную ситуацию. Сотрудники ФАНС Юго-Востока ставят перед собой задачу – обеспечить сельхозтоваропроизводителей качественными семенами. И уверены, что ситуация с санкциями – это одновременно и шанс для российских производителей наладить то производство, которое сейчас востребовано. Мы убедились в том, что селекция в Саратове ведется на более высоком уровне, чем за рубежом. Поэтому каких-то принципиальных моментов, которые в зарубежных сортах лучше и которые мы можем для себя взять, практически не осталось. Наши сорта соответствуют самым высоким мировым требованиям и по качеству урожая. Например, работая с компанией Борилла, производителем наших макарон, мы убедились в том, что наши сорта соответствуют самым высоким требованиям итальянских производителей. То есть сейчас Саратовская область должна стать одним из центральных регионов по производству твердой пшеницы, в том числе и для экспорта. По словам экспертов, сейчас нужно приложить максимум усилий в производстве собственных семян. Ведь семеноводство – это первый этап. Дальше нужно превратить его в тысячи тонн семян. А для этого нужно производство. Производство четкое, высокотехнологичное и трудоемкое. Но на это может уйти не один год.